Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп». И сегодня мы расскажем вам о тех событиях, которые привлекли наше внимание на минувшей неделе. Буквально на днях в Рязанском художественном музее открылась выставка действительного члена Российской академии художеств, заслуженного художника России Виктора Калинина. На ней зрители смогут увидеть живописные и графические работы мастера, посвященные горе Афон. Выставка «Зов Афона» отмечает год Греции в России, приуроченный к тысячелетнему юбилею русского присутствия на Святой горе. Работы для этой выставки предоставил Рязанскому художественному музею Виктор Калинин, который, кстати, впервые выставляется в нашем городе. Для художника, как и для любого верующего человека, Афон – место священное. Его путь к Святой горе лег через семью, через детство, которое прошло в одном из алтайских сел. Сам Виктор рассказывает, что его знакомство с Афоном произошло в шесть лет, благодаря одной из книг, оставшейся после деда, старообрядческого священника. За неимением детских книг я... после войны не было уже детских книг. Я вот листал эту книжку и видел, как там паломники приезжали, там литографии замечательные были о том, как паломники попадают на Афон. И через 50 лет я вот на одной из этих пристаней, которую я увидел в шесть лет, я вот попал и ощутил все вообще невероятное богатство и значительность Афона. В 88-м году художник впервые побывал в Греции. Тогда на Святую гору он не попал, зато обогнул на катере полуостров Халхидики и видел берега Афона. После этого он написал картину «Хождение по водам», которая открывает сегодня выставку. Помимо этого, здесь представлено 38 работ, как графических, так и живописных. По словам самого художника, в рисунках присутствует некая терпкость реакции на происходящее, ведь многие из них создавались непосредственно в Греции. А вот монументальные живописные работы, требующие осмысления и времени, писались уже после посещения Святой горы, которое произвело на художника неизгладимые впечатления и, конечно же, повлияло на его творчество. Византийское искусство, оно изначально проникло в меня, и когда я увидел непосредственное собрание, иконописи, росписи афонские, то когда это все в таком грандиозном, как бы, предстало виде, естественно, это меня повлияло. И как-то приобщиться, и вы воочию это все увидите, любой человек впечатлится, а тем более художник. На работах, представленных на выставке, можно увидеть как пейзажи, которые открывались перед Виктором Калининым близ монастырей Афона, так и обитателей Святой горы, монахов, в каждом из которых художник увиделся образ отца. У меня отец очень был похож на паломника, который побывал на Афоне. Его облик, когда я потом пришел на Афон, я очень часто замечал и так вздрагивал внутренне, когда видел проходящего мимо монаха с лицом отца. Художнику хотелось бы, чтобы посетители выставки под воздействием его работы обратились внутрь себя и ощутили глубинный пласт духовности, который заложен в каждом православном человеке, но о котором многие из нас забыли. И, похоже, Виктору задуманное удалось. Мне выставка очень понравилась. Мощный мазок, энергия, та сила духа, которая присутствует в работах, она передается и зрителям. И невольно задумываешься о бытие сегодняшнего дня, о каких-то меркантильных, суетливых, таких вот мелких делах, которые отвлекают нас от главного, от духовного составляющего нашей сущности жизни. Выставка «Зов Афона» будет работать в Рязанском художественном музее до 22 ноября. Так что не забудьте хотя бы ненадолго заглянуть сюда и совершить свое путешествие по Святой горе. Ну а сейчас пришло время задавать вопросы. Напомним, что каждый правильно ответивший получит от нас вот такое сертификат на бесплатное подключение к интернету сети Ведикон. К слову сказать, вопросы довольно легкие, все как один связаны с Рязанью. Сейчас мы находимся с вами у памятника Олегу Рязанскому. Интересно, все ли знают, кем он был? Нам достаточно будет, если правильно назовут его имя, хотя бы примерно время, когда он правил. Простите, пожалуйста, вы не хотели бы поучаствовать в маленькой викторине? Очень простой вопрос, и вы получаете за правильный ответ сертификат на бесплатное подключение к интернету. Давайте, очень простой вопрос. Вот там стоит памятник. Кому этот памятник? Отлично. Это Олег Рязанский. И если можно, хотя бы примерно назовите век, когда он правил. Ну, наверное, век 14-й. Как вы прекрасно знаете историю. Вы побеждаете, получаете сертификат на бесплатное подключение к интернету в сети Ведикон. Спасибо большое, что знаете историю. Спасибо большое. Всего вам доброго. Ну что ж, с первым вопросом мы справились на отлично. Теперь следующий вопрос. Все мы знаем и любим наш Кремль. Интересно, известно ли рязанцам, к какому веку относится самая древняя постройка на его территории? Я думаю, к 13-му. К сожалению, нет. Нет, к 15-му. Самая древняя, ну, я думаю, к веку 14-15, который я здесь видел. Здорово. Правильно, вы правильно ответили и получаете от нас сертификат. Нет, ну, что я видел. Спасибо вам большое за знание рязанской истории. Спасибо. Ну и напоследок попросим вспомнить трех знаменитых рязанцев. Здравствуйте. А можно вас попросить поучаствовать в небольшой викторине? Мы вам задаем один очень легкий вопрос. Вы на него отвечаете правильно и получаете вот такой сертификат на бесплатное подключение к интернету сети Ведикон. Давайте попробуем. Давайте. Вопрос такой, точнее даже просьба. Назовите, пожалуйста, трех известных знаменитых рязанцев. Сложный вопрос. Вот в Кремле два знаменитых рязанца, как минимум, Полонский и Хващевская. Семенов-Теньшанский. Здесь можно до вечера говорить, потому что рязанская земля одних адмиралов, безморская, казалось бы, рязанская земля. Столько моряков. Да вообще краеугольным камнем в российской истории является Рязань, Рязанская область. Спасибо большое за участие. Конечно же, вы получаете сертификат от нас. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, сегодня все участники достаточно легко ответили на все вопросы. Спасибо им за знание истории. А компании Ведикон спасибо за предоставленные сертификаты. Совсем недавно мы узнали, что на рязанской земле производятся сыры, не уступающие по своим вкусовым качествам европейским. Мы лично смогли убедиться в этом, посетив ферму Виктора Романцова в Полянах. По словам Виктора Романцова, такой сыр на заводе не сделаешь. Ведь мало знать рецептуру, использовать только качественное сырье. Нужно еще любить дело, которым ты занимаешься, и вкладывать в него свою душу. Нужно это любить, понимаете. Если любить не будешь, значит, я даю свою энергию положительную. Потому что я, когда делаю сыры, я перчатки не надеваю, обмываю хозяйственным мылом, промываю. Иду. То, что я даю энергию молоку, молоко дает энергию мне. С сыроварением Виктор Романцов серьезно занялся 4 года назад. Сегодня на его ферме содержится порядка 110 дойных коз, которые дают более 100 литров молока. Вот как раз излишки этого молока Виктор превращает в сыр. Каждый сыр имеет разные рецепты. Значит, температурный режим, процедура заквасок там разная. Есть, допустим, если нагреваешь выше 37 градусов, нужны термофильные закваски, ниже мезофильные закваски. Если вам нужно получить сыр с плесенью, значит, необходим обязательно определенный микроб. Вот, там, инцерин, гратин, там еще и кандидум. Какой нужен сыр, допустим. Я в последний раз делал – приблошон. Вот. Ну, отличный сыр. Он, конечно, с препаративным запахом, но вкус необыкновенный. На своей небольшой ферме Виктор Федорович производит около 15 сортов сыра. Среди них сыры выдержанные, мягкие и даже с плесенью. Кроме того, фермер добавляет в свою продукцию натуральные орехи, травы, перец и даже оливки. У Виктора уже есть постоянные клиенты, даже некоторые торговые сети закупают его продукцию. Однако из-за достаточно высокой себестоимости окупается только затраченное молоко. Сам фермер говорит, что для него это хобби, и тем не менее, ему хотелось бы расширить свое хозяйство и увеличить производство сыров. А это без поддержки со стороны государства, сами понимаете, практически невозможно. Оставить себе на память кусочек лета очень даже возможно благодаря украшениям, заключающим в себе частичку растений. Подобным дизайном у нас в Рязани занимаются немногие. Среди них Светлана Борисова, которая рассказала нам о своем необычном увлечении. Большинство рязанцев знает Светлану Борисову как актрису Рязанского театра «Кукол». Правда, в последнее время на сцене она не появляется. Вот уже два года Светлана находится в декретном отпуске. Как оказалось, приятные семейные хлопоты, связанные с прибавлением в семействе, дополняются еще и изготовлением удивительных украшений. Вообще, рукоделием Светлана увлекалась с детства. Но вот об изделиях с использованием натуральных растений в ювелирной смоле узнала сравнительно недавно. Сначала она захотела просто иметь подобное украшение в своей шкатулке, а потом поняла – она в своем желании не одинока. Так что сегодня девушка изготавливает эти украшения в том числе и на заказ, даря радость и себе, и окружающим. Очень интересно то, что природа, ну, Господь создает вот эти прекрасные, чудесные разные растения. Они все неповторимые, они все очень индивидуальные. И каждый цветок, ну, невозможно повторить любое украшение, если вы возьмете его, посмотрите, даже они вроде бы одинаковые, можно сказать, да, но все равно они отличаются. Поэтому в них вот эта индивидуальность привлекательна очень для людей. Светлана этому достаточно сложному и кропотливому делу научилась самостоятельно. Фурнитуру и ювелирную смолу она покупает через интернет, а растения заготавливает с лета. Вот мне муж все время говорит – посади ты уже себе цветы в огороде. У нас есть тут дача? Вот, а я, ну, так, дети маленькие, конечно, что-то сажаю сама. Например, вот в этом году у меня выросли, наконец-то, незабудки белые. Я от них мечтала, но, как оказалось, они не такие, не такие, как голубые, не такие. Они хорошие в заливке, они немножко так становятся прозрачными. Они такие, как хотелось бы. Вот, а так, конечно, собираю. Вот, знаете, я просто иду, я и все мое окружение – это люди, которые все время ищут цветы. Они ходят, и вот они проходят мимо клумбы, и обязательно они видят что-то. И говорят, звонят – Света, тебе нужно вот это. Некоторые растения привозят Светлане из других городов и даже стран. Так, например, вот эту бугенвиллю ей привезли из Таиланда. Но, оказывается, самое сложное – не найти подходящее растение, а правильно его засушить. Потому что мы все знаем, когда гербарий мы сушили в детстве, там открываешь, и там такое какое-то непонятное такое месиво из коричневого цвета. Нет, здесь должно быть, цвет должен сохраниться, и более того, он в украшениях же тоже должен сохраниться, потому что смола может пропитать. То есть там такие нюансы, которые я до сих пор постигаю, и еще, видимо, буду постигать. Для того, чтобы цвет сохранился, Светлана сушит растения между ватных дисков в книгах или же в манке. В ней сушатся целые веточки с цветами, которые потом украшают вот такие перстни. Кстати, Светлана делает украшения в том числе и с хрупкими воздушными одуванчиками. Просто уму непостижимо, как у нее получается этот пушистый цветок поместить в небольшой шарик. Светлана поделилась с нами своим секретом, но мы, пожалуй, не будем его раскрывать. А еще девушка делает украшения в стиле стимпанк. Но Светлана признается, что создавать кольца, серьги, подвески с использованием природных материалов ей нравится гораздо больше. В них она вкладывает свою душу и с их помощью старается сделать наш мир чуть лучше. У меня такая глубокая медитация, чтобы женщины в наш сейчас век такой вот какой-то совершенно непонятный. Мы забыли свою природу, мы ушли от себя, от глубинных наших каких-то корней. Мы забыли, что мы женщины, что мы должны носить юбки, что мы должны быть красивыми, мы должны нести в этот мир чистоту. Мы должны рожать детей, заботиться о семье, о муже, служить в семье. Я раньше жила так же, как и многие женщины. Я тоже думала, что карьера вперед, надо развиваться в материальном смысле. Но сейчас я понимаю, что это совершенно делает женщину несчастной. А хочется, чтобы они были счастливые. Это моя скромная такая попытка, может быть, как-то привлечь внимание женщины к себе. Она покупает украшения, она их надевает, она смотрит и говорит, ой, я такая красивая, мне так нравится. И вот она с таким настроением, может быть, она будет более счастливая. Таким образом и мир станет лучше. Ну, это я глубоко копаю, конечно. Действительно, эти украшения удивительны и, кажется, излучают солнечный свет, как и сама Светлана. А еще это прекрасная возможность согреть свою жизнь кусочком лета, застывшим в ювелирной смоле. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова